Я помню, что меня зовут Лябов Петр Владимирович, я кандидат философских наук, доцент МПГУ педагогического. И, соответственно, вот планируется годовой курс истории философии. Сейчас он начинается, где-то до мая-июня. В принципе, можно ходить на отдельные лекции, если кому-то интересны конкретные темы. Конечно, это курс целостный, то есть, естественно, что все связано одно с другим. С другой стороны, я стараюсь как-то так делать, чтобы каждая лекция была относительно самостоятельна. В основном, да, еще технический момент, до Нового года, по крайней мере, в этом семестре, на ибре-декабре, лекции у нас будут проходить, вот как сегодня, по средам с 18 до 20, и по пятницам с 19 до 21 часа. Значит, двухчасовая лекция, в середине небольшой перерывы, чтобы вы могли перевести двух, и я тоже. В начале лекции я всегда буду называть какую-то литературу, у меня есть привычка что-то и приносить, и показывать. В конце лекции, я надеюсь, будет оставаться время для ваших вопросов. Вообще, не стесняйтесь, поскольку у нас камерная достаточно обстановка, если что-то неясно, непонятно, сложно, не бойтесь уточнять. В общем, я как лектор имею привычку всегда какие-то мысли повторять на разные лады по нескольку раз, чтобы вы успевали что-то фиксировать, если хотите. Но если что-то нуждается в повторении, в воспроизведении, то, пожалуйста, не стесняйтесь. И в конце, повторяю, надеюсь, будет время для ваших вопросов, а в начале для литературы. В общем, курс «История философии», почти исключительно западной философии. У нас будет в начале две лекции по Востоку, но совсем без него нельзя обойтись, об Индии и Китае. И мы будем слегка касаться каких-то сюжетов, связанных с русской философией. Но в основном, конечно, это западная философия, вот начало, от античности и до современности. Вот, кажется, самое главное. Да, ну, еще, конечно же, курс «Историко-философский», но, во-первых, философия будет даваться в культурном контексте. Сам я и философ, и историк, и для меня важна и вот эта историческая составляющая, культурологическая составляющая. И философия, как я сегодня еще буду говорить, это зеркало культуры. Поэтому философия будет даваться в широком контексте развития истории и культуры. И второй момент, через историю философии, разумеется, это не просто какой-то набор, коллекция каких-то имен, названий, пчелений и так далее. Это прежде всего проблемы, это прежде всего какие-то основные понятия. Вот, я думаю, что у вас разные, наверное, какие-то представления исходные о философии. Но я надеюсь, что я буду все достаточно популярно объяснять. Вот, если что-то будет сложное, опять же, спрашивайте. То есть, через историю философии и сама философская проблематика. Вот, наверное, теперь все по поводу такого общего содержания курса и по поводу технических вопросов. И последнее, что я хочу сделать, и это будет мостиком к, собственно, первой теме лекции, это сразу назвать некоторые книжки, которые я вот сегодня принес. В основном по сегодняшней первой лекции, за одним-двумя исключениями. Ну вот, конечно, можно называть море-море-море книг, но это займет на слишком много времени. Ну вот, книга, которую я написал в соавторстве с моим коллегой и товарищем Дмитрием Алексеевичем Гусевым в серии АСТ «Великие философы». Значит, Гусев де Арябов ПВ «Великие философы», название говорит само за себя, «Москва, 2005 год». Книжка популярная, достаточно левбезовская, но, опять же, как такое элементарное введение в историю философии, она может пригодиться. Значит, еще раз повторю, Гусев Рябов, Гусев Дмитрий Алексеевич, А.П.В. «Великие философы», это не мы, конечно, это книга, так называется, «Москва, 2005 год». Да. Вы не седаете переставаться, потому что у него нет, и в этой библиотеке в наших государствах? Вот, к сожалению, Витя у меня самого какой изношенный экземпляр, я был бы рад, но не слышал про это, к сожалению. Вот, но я думаю, что она выходила там с 7-тысячным тиражом, наверное, его все-таки можно где-то найти. Вот, второе имя, которое я хочу назвать, ну, я принес книжку, но вообще это скорее имя, чем книжка. Вот, часто спрашивают, а есть ли какие-то хорошие учебники по философии? Вообще с этим большая проблема, и вообще с учебниками по философии, с учебниками. Учебники чаще всего – это штука такая очень отчужденная, догматичная, скучная. И вот на этом фоне очень выделяется один автор, который я хочу вам порекомендовать, особенно если у вас, ну, мало изначальных знаний о философии, особенно если у вас какие-то предрассудки в отношении философии, вы не понимаете, зачем она нужна, что это такое вообще. Вот есть такой замечательный современный философ, по-моему, декан философского факультета РКГУ, Губин, Валерий Дмитриевич Губин. Ну, вот я захватил одну его книжку в качестве примера, ну, значит, напишите эту фамилию, если хотите, Губин В.Д., Валерий Дмитриевич. У него есть много учебников, они называются «Философия», «Введение философии», «Основы философии». Они, в общем, ну, как, он такой плодовитый автор, наверное, много разных учебников написал. Вот, они невероятно личностные, невероятно человечные. Они очень не похожи на то, что он ассоциирует самописи с учебниками. То есть, в них как раз дается понятие о том, что такое философия и почему она важна для каждого человека. Поэтому вот это имя мне бы хотелось, чтобы вам было знакомо. Вот, Губин В.Д.Д. Различные учебники по философии. Ну, и ближе к сегодняшней теме, что такое философия, я прихватил несколько книжек. Вот такая очень хорошая серия, которая совсем свеженькая сейчас выходит. Называется, значит, в ней выходят сборники текстов по разным проблемам философии и разделам философии. И среди них есть такой сборник. Он так называется «Философия философии». «Философия философии», «Тексты», «Философия философии», «Тексты», «Москва 2012 год». Совсем свежий. То есть тут что кто думал о философии, в чем ее смысл, в чем ее основной вопрос, есть ли он предмет, место в культуре и так далее. То есть вот одна из основных тем философии – это как раз постоянное ее переопределение, о чем я буду сегодня говорить. И вот такой хороший свежий сборник. Итак, «Философия философии», «Тексты», «Москва 12-й». И чуть более рано вышедший сборник называется «Путь в философию, антология». «Путь в философию, антология», «Москва 2000», сейчас скажу какой-то вот. «2001-й», кстати, уже довольно изрядно, мне почему-то казалось, что он позже. «Путь в философию, антология». Ну тут то же, что о философии писали разные крупные философы 20-го века. «Путь в философию, антология», «Москва 2000». И еще две книжечки двух философов, о которых я сегодня буду часто упоминать, философов 20-го века, философов экзистенциальных, Ясперса и Хайдегера. Вот есть совершенно замечательная книжка такого, замечательного немецкого философа-экзистенциалиста, Карла Ясперса, она называется «Видение в философию». «Видение в философию», Ясперс, Карл Ясперс, «Видение в философию», «Минск 2000 год». Я понимаю, что это, наверное, не очень легко найти это издание в России, но, в принципе, оно распространялось. Ясперс, «Видение в философию», «Минск 2000 год» это замечательный философ, который читал ряд лекций по радио немецкому. И здесь он просто очень популярно, очень ярко, глубоко размышлял о том, о чем я сегодня буду размышлять, что такое философия, какое место в культуре и так далее. Итак, Карл Ясперс, «Видение в философию», «Минск 2000 год». И, наверное, философ номер один, как многие считают, 20 века Хайдегер, Мартин Хайдегер. Вот сборник его работ с общим названием «Что такое метафизика?». Мартин Хайдегер, «Что такое метафизика? Москва, 7 год». Здесь несколько работ, в том числе и работа именно с таким названием. Итак, Мартин Хайдегер, «Что такое метафизика? Москва, 7 год». Ну вот, чтобы не быть слишком долгим с книжками, теперь, итак, тема первой лекции, естественно, «Что такое философия?». Даже если мы начинаем историко-философский курс, сначала надо поговорить, о чем, собственно, будем говорить. Что такое философия, как ее понимать, чем она занимается, зачем она нужна, какое она имеет к нам личное отношение. Хочу сразу сказать, что философия, как вы знаете, занимается вечными вопросами. И вопрос о том, что такое философия, один из вечных вопросов философии. Можно, наверное, быть физиком, не зная хорошо историю физики. Или математиком, не зная хорошо историю математики. Или химиком, не зная хорошо историю химии. Ну, изучил современную математику, современную физику, современную химию, и хорошо. Но с философией все не так. Если в различных науках есть примерное согласие, что является предметом, проблематикой данной науки, то философы, вот все 25 веков, что философия существует, спорят о том, А что такое философия? Является ли она наукой? А чем она занимается? И это, конечно, не случайно. Поэтому вопрос о самой философии является одним из главных философских вопросов. И поэтому философия и философия – это один из важных разделов философии. И философию как раз необходимо знать историю философии. Но я еще об этом скажу во второй части лекции очень подробно. И я хочу сказать, что сегодня, естественно, будет мое авторское кредо, именно потому что какого-то окончательного мнения нет. У разных эпох, у разных направлений свои ответы, часто диаметрально противоположные, о том, что такое философия. Я попытаюсь дать, естественно, какие-то свои ответы, опираясь на всяких мыслителей прошлого. Начать легко с того, чем философия не является. О некоторых предрассудках, стереотипах, штампах, которые отравляют наше сознание, но которые очень широко распространены, легче было бы всего начать именно с них. Но давайте поговорим. Вообще философия очень дискредитирована. И в России после 70 лет марксизма-ленинизма, который все сдавали, все должны были учить, который, конечно, был такой философией очень догматической, собственно, убитой. Но и в мире в целом, не только в Советском Союзе, и в России, где происходит глобальный человеческий кризис, кризис культуры, кризис цивилизации, о чем я еще тоже буду говорить, торжество какого-то меркантилизма, практицизма, специализации. И поэтому, когда обычный человек слышит философию, ему представляется что-то такое возвышенное, но безжизненное, далекое, оторванное. Ну, все это философия, все это философство. Как говорил Фамусов, по философству ум вскружится. Однако, это неправильно, потому что каждый человек является в той или иной степени философом, с одной оговоркой, в той мере, в какой он является человеком. И тут, конечно, вот я только что вспомнил Фамусову из Грибоедова, а сейчас я хочу вспомнить другую комедию, которую, наверное, все читали, смотрели и знают, помните, Мольер, Мещенево-Творянский, когда Масье Журден вдруг узнал, что он всю жизнь говорил прозой. Он не знал этого, а в какой-то момент узнал и очень удивился. Вот, так же и мы, даже человек, который не знает философии, отрицает ее, не знаком с ней, все равно в той или иной степени философствует. Только отрицание философии, это очень бога, но тоже форма философствования. Поэтому, так же, как Масье Журден говорил прозой, даже не ведая об этом, так же каждый из нас в какой-то степени философ, в какой-то, в той степени, в какой он определяет жизненную стратегию, задумывается о смерти, думает, кто я такой. И тут очень важная мысль, я ее не раз сегодня еще повторю, для меня философия очень связана с человечностью. Каждый у нас в какой-то мере философ, в той же мере, в какой он является человеком. Вот я уже много лет преподаю философию в вузах, и однажды одна студентка меня спросила лет 10 назад, «О, Господи, все эти древние греки там понаписали столько философских текстов, я сейчас должна их читать, да и проживу я без вашей философии». Наверное, так думают очень многие студенты, не только студенты. Я надумал, наверное, что я очень разозлюсь, но я с ней согласился. Я ей сказал, конечно, проживете, без философии проживете, без поэзии, без музыки. Вот только быть вполне человеком не сможете, а прожить запас. И вот тут очень важный момент. Философия избыточна, не необходима. Это некая роскошь, как и сама человечность. Философия не нужна для того, чтобы выжить. Но чтобы стать человеком, то есть существом, который пытается жить осмысленно, а пытается обрести какую-то целостность, тогда философия нужна. Поэтому, повторяю, каждый человек в той или иной степени философ, в той степени, в какой он человек, в той степени, в какой он пытается осмысливать свою жизнь, пытается постигать самого себя, но вы, конечно, меня тут же спросите, а если все мы и так уже философы, зачем еще какую-то философию изучать? И я скажу, что чужую философию надо изучать только для одного, чтобы лучше понять себе свою собственную, чтобы не открывать велосипед каждый раз, не открывать Америку. Полезно знать чужую философию, чтобы лучше уяснить себе философию самого себя. Ну вот, это один стереотип. Философия что-то далекое, чуждое, ненужное. Другой стереотип. Философы это люди, которые пишут толстые тома книг. Обязательно философы это такие талмуды, толстые-толстые. Но вот вам пример. Человек, который является символом философии, о котором мы, конечно, будем говорить через несколько лекций, Сократ. Он вообще не написал ни строчки. Это удивительно. То есть символ философии Сократ не написал ни одной строчки. У него не было ни одной написанной страницы, ни одной статьи, книги, монографии. То есть, значит, можно быть философом и не обязательно писать. Философия, очень важное ее измерение, которое возникает в Древней Греции и на части Новостоке. Философия как образ жизни. Философия не обязательно связана с толстыми томами книг. Еще один стереотип, который... Не только Сократ, мы увидим другие примеры в истории. Третий стереотип, с которым мне бы хотелось поподробнее разобраться. Очень часто в обиходе, особенно в обыденной речи, отождествляют слова философ и мудрец. Очень часто их через запятую пишут. Философ-мудрец. Вот с самого начала надо сказать, что философ не мудрец, а мудрец не философ. И вот тут нам надо остановиться на самом слове философия, на его происхождении. И через это мы выйдем еще на очень важное измерение философии. Вот какое. Слово философия придумал Пифагор. О Пифагоре мы еще будем говорить, да, всем известный с детства, хотя бы по теореме, по своей математике. И, ну, напомню, думаю, все это знают, но все-таки это важно, этимология. Филия – любовь, София – мудрость, да. Любовь к мудрости философия, значит. Так вот, София. Что такое София, которая филия? София связывается с чем-то божественным. София – это жизненная мудрость, это полнота, это завершенность. И Пифагор, когда он ввел это слово философия, повторяю, первое он его придумал, он первый сказал, я не мудрец, я философ. Кстати, почему он так сказал? Потому что в Древней Греции было, так называемый, семь мудрецов, мы еще о них будем говорить, а Пифагор сказал, человек не может быть мудрым. И вот, что очень важно. Автор слова философии Пифагор говорил, что все существа на свете делятся на три категории. Три. Какие? Во-первых, это боги. Боги совершенны. И боги мудры. Вот у богов есть эта София, мудрость. Мудр бог. Во-вторых, говорю Пифагор, есть животные. И люди, которых мы бы сейчас с вами назвали обывателями. То есть, которые не мудры, настолько, что даже не знают, что они не мудры. Они абсолютно гармоничны, они самодостаточны, самодогольны. Да, животные вписываются в ландшафт, обыватели тоже. И есть третья категория, к которой Пифагор носил в себя, философы. Вот это очень важная черта философии, промежуточность. Промежуточность. То есть, философия занимает среднее место между невежеством животного и обывателя и мудростью бога. То есть, смотрите, философ, оказывается, это не мудрец. Было даже такое древнерусское слово, любомудрие. Да, и был даже кружок любомудрых в 19 веке в России. То есть, философ тот, кто любит мудрость, но понимает, что она ему недоступна. Он стыдится своего невежества. Он от него отталкивается, но он не может достичь мудрости. Он понимает, что он не бог, но не хочет быть скотиной. Вот это очень важно. Философия это нечто промежуточное. Как и сам человек, что-то среднее между богом и животным. То есть, вот очень важная мысль. Мне очень важно сейчас еще раз подчеркнуть. Философ не мудрец. В основе философии лежит стыд, удивление, сомнение, жажда мудрости, осознание ее недостижимости. Это вечный сюжет, мы его увидим, если вы будете дальше ходить на лекции, у многих философов. При помощи разума осознать принципиальную границу разума. При помощи философии понять, что человеку не дано быть мудрецом. То есть, философия это вот эта вот некоторая попытка прыгнуть над самим собой. Прыгнуть выше самого себя, выше головы. Поэтому вот уже первый человек, который употребил слово философии, Пифагор, наставил на том, что философ это не мудрец. Это что-то среднее, что-то промежуточное. Что-то, как и сам человек, находящийся посередине между животным и обывателем, с одной стороны и богом, мудрецом, с другой. Ну вот некоторые стереотипы. И смотрите, если как-то их подытожить, что мы уже поняли о философии, я надеюсь, если я вас убедил, конечно. Что каждый человек является в той или иной степени философом. Что философия является чем-то избыточным, некой роскошью. Она не необходима. Как все человеческое. Все человеческое, свобода, творчество, не необходима. Аристотель говорил о философии, что все науки более необходимы, чем это, но нет прекраснее этой. То есть, все подлинно человеческое чудесно, сверхприродно, сверхнеобходимого. Животное живет только, чтобы жить. Раб живет только, чтобы жить. А человек, философство, поднимается над необходимостью. Философия избыточна. Философия роскошь, как и человечность есть роскошь. А философия есть нечто промежуточное. Ну, давайте еще некоторые черты философии, о которых я еще не говорил, предварительно посмотрим. И вот я хочу еще раз обратить ваше внимание на эту связь философии с человечностью. И вопрос, который мне постоянно, мне как преподаватель философии приходится на него отвечать, а зачем нужна философия? Какая от нее польза? И я всегда теряюсь именно потому, что, можно сказать, какая польза там от этого, от этого, от этого. Но дело в том, что философия занимается последними вопросами, предельными вопросами. Какая польза от вопроса о том, что такое польза? Вот смотрите, я приведу такой примерчик. Мы ходим в школу, чтобы получить хороший аттестат или сдать ЕГЭ, поступить в институт, чтобы хорошо его закончить, получить диплом, хорошо устроиться на работе, хорошо получать зарплату, потом хорошо выйти на пенсию и быть похороненными со всеми почестями. Так мы поднимаемся по некой иерархии, зачем, 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 и доходим до последнего, зачем. И вот когда мы доходим до этого последнего, зачем, мы столкнемся с философией. Философия сама спрашивает, зачем, и поэтому она не зачем. Понимаете? Это очень интересно. Да, в этом смысле, с точки зрения обывателя, философия бесполезна. То есть, философия занимается вот этим последним, зачем. А зачем вообще все? Философия не есть орудие, не есть вопрос полезности. Это очень важно понять. И когда самый значительный, наверное, русский философ Владимир Соловьев отвечал на вопрос, зачем нужна философия, он говорил, что философия помогает человеку стать вполне человеком. Вот то, о чем я уже говорил. Философия помогает нам быть людьми, то есть жить осмысленно, в той или иной степени, целостно, в согласии с аними собой. И как помните, писал Достоевский, человеку важно не просто жить, а зачем жить. Вот это зачем, как раз выводит нас на философию. Поэтому философия как-то глубинным образом связана с мерой человеческого в человеке. И современный упадок, дегуманизация, упадок человеческого и современный кризис философии, конечно, связаны между собой. Еще одна очень важная черта философии, о которой надо сказать, это ее нонконформизм. Философия всегда недовольствуется данностью, очевидностью. Она всегда пытается заглянуть за край. Помните, как у Пастернака, во всем не хочется дойти до самой сути. То есть, или Гамлет, мне не нужно того, что кажется, мне нужно то, что есть. То есть философия предельно радикальна. Что в основе всего? Она ставит запредельные вопросы. О Боге, о бытии, о смысле жизни. И именно в силу такого нонконформизма философии, философия ставит под вопрос здравый смысл. Помните, как у Казьмы Прудкова, если на клетке был написан тикер, не верь глазам своим. То есть, недовольствуйся тем, что кажется. Мало того, что кажется, что есть. Вот вопрос философии. Поэтому философия вступает в конфликт со здравым смыслом, с обыденными представлениями, с обывательщиной, часто с властями, с политикой, с господствующей религией. И это часто плохо кончается для философии, как для того же Сократа плохо кончилось, и не только для него. Поэтому вот еще одна очень важная черта философии, которую я хочу сейчас предварительно, сегодня наш предварительный разговор, естественно, отметить. Это ее нонконформизм, преодоление очевидного, попытка докопаться до самых предельных оснований. Еще одна черта философии, которую, я надеюсь, мы увидим с начала и до конца нашего курса, это поиск единства. Вот это очень важно. Во многих культурах, во многих религиях есть миф о Золотом Веке, о материальном рае. Когда человек жил, был в таком детском состоянии, до расторжения союза с природой, а потом он потерял рай, он был выброшен из него. И оказался лишен своего изначального дома. И в этом смысле философия играет такую компенсаторную функцию. Человек через философию хочет восстановить единство с... Он одинок, он выпадает из природы. Но через философию он ищет единство с миром и с самим собой. И не случайно, например, в Греции, о чем мы будем говорить скоро, через несколько лекций, философия начинается с вопроса о единстве. Что делает мир единым? Что собирает мир? Я позволю себе такую метафору, которую часто используют философы, метафору дома. 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 Вот как бы человек изгнан из дома, и при помощи... То есть философия как некая глобальная тоска, ностальгия по утраченному дому. Вот философ, о котором я надеюсь поговорить уже в конце нашего курса, Мартин Бубер, говорит о том, что в истории человека есть периоды обустроенности и бездомности, экзистенциальной обустроенности, когда человек понимает, зачем он живет, кто он, где он. А бывают периоды ужасной такой вот потерянности, одиночества, когда все проблематично, и он сам не понимает, кто он и зачем он. И вот философия – это попытка найти этот дом. И вот есть миллион определений философии. Я не люблю какие-то формулы, философия далека от математики, но вот есть среди этого миллиона определений философии одно, которое совсем не похоже на определение, и которое мне безумно нравится. Я позволю вам его себе процитировать. Впервые эти слова, которые я сейчас приведу, сказал такой великий немецкий поэт Наваллес, поэт-романтик, великий поэт немецкого романтизма. А потом к нему обратился уже упоминавшийся Мартин Хайдекер, который посвятил им целую большую статью. Вот что сказал Наваллес, а вслед за ним Хайдекер. Философия – это стремление быть повсюду дома. Смотрите, это совсем не похоже на определение, на формулу. Но как это красиво и как это правильно? Философия – это стремление быть повсюду дома. То есть, вот найти, восстановить утерянную гармонию в себе, внутри себя и между собой миром. Вот это вот преодоление чудовищной бездомности, заброшенности, одиночества, расколотости. А в современном мире все распадается на кусочки, узкая специализация, люди перестали вдруг услышать, понимать, предельно отчуждены от себя и от других людей. И вот философия, когда мы говорим, зачем она нужна, она помогает искать человеку дома. Философия – это стремление быть повсюду дома, сказал Наваллес, а вслед за ним Хайдекер. И я пока как тезис, сегодня набрасываю такие краткие тезисы к портрету моего представления о философии. Философия – это стремление быть повсюду дома, стремление, это ностальгическое, вернуться к единству. Еще одна важнейшая черта философии, о которой надо сказать, кроме всех перечисленных, связь с человечностью, промежуточность, избыточность, стремление к единству, может быть, одна из главных черт философии – это ее рефлексивность. Философия – это постоянная рефлексия. Вот смотрите, как интересно. Мы есть, но мы не просто есть, мы думаем, что мы есть. И мы думаем о том, что нам позволяет думать о том, что мы есть. Философия – это всегда, некоторым образом, возвратное мышление. Я не просто есть, но я пытаюсь понять, почему я есть, и почему я могу думать о том, что я есть. Это как раз то, что отличает человека от всего остального. И опять же, возвращает нас к тому, что философия как-то глубинно связана с человечностью. То есть, мышление о возможности мышления. Мысление о возможности бытия. Философия, вот некоторые современные авторы, которые мне нравятся, их позиции, определяют философию не через какой-то общий предмет, объект, вопрос, а через ее рефлексивный характер. Философия всегда рефлексирует над основаниями культуры. В античности над мифологией, в средние века над религией, в новое время над наукой, над тем, что важно в данной культуре. То есть, философия ставит под вопрос, пытается осмыслить самые основания данной культуры. Философия рефлексивна. Это некоторый возврат, оборот на себя, рефлексивность. А философия рефлексия культуры, ее важнейшая функция. И уже как-то постепенно подытоживая вот эту самую первую вступительную часть по поводу того, что делает философия философии, что ее как-то отличает. Я еще раз хочу повторить, что философские вопросы вечны. А нет вечных ответов, есть вечные вопросы. Вот дальше будет курс истории философии. Если вы захотите на него, будете ходить, останетесь. И вы увидите, что философы объединяют вопросы и разделяют ответы. Сквозь всю философию проходят некоторые сквозные проблемы. Какие-то актуализируются в те или иные периоды. И, конечно же, философия всегда очень личностна. Всего того, о чем я уже сказал. И как и жить, так и философствовать можно только в одиночку. Но при этом полезно знать философию других. Потому что, чтобы не повторять, опять же, открытие Америки, открытие велосипеда заново. И вот вопрос о том, что такое философия, также переопределяется, как и то, что такое быть человеком. Наверное, философия умрет только вместе с человеком. Когда люди перестанут... Кстати, от того, что философские вопросы вечны, вытекает то, что на них не может быть окончательных ответов. Ну, в самом деле, как можно ответить окончательно, раз и навсегда, на вопрос о смысле жизни, о бытии Бога, о том, что лежит в основе мироздания. Это вопросы, которые... Вопросы абсолютные, вопросы предельные. И, как говорил Конфуций, человек, который утром познал истину, вечером может умереть. То есть, да, наверное, философия так же вечна, как и человек, и вместе с человечностью живет и умирает. То есть, философские вопросы действительно вечные вопросы. И вот мне хотелось бы еще раз сослаться на Хайдеггера в одной из своих работ. Вот он высказывает мысль, которую мне бы хотелось сейчас вам привести. Он говорит, что характерно для философских и физических вопросов. Две черты, говорит Хайдеггер. Во-первых, каждый философский вопрос задержит себе все остальные философские вопросы. Когда мы ставим один вопрос, мы в нем сразу... через него выходим на все прочие. Вот у философии такая удивительная особенность, говорит Хайдеггер, что поставив один метафизический вопрос, мы тут же выходим на все остальные. Но еще интереснее вторая особенность, о которой говорит Хайдеггер, вторая особенность метафизических вопросов. Каждый метафизический вопрос отсылает нас к нам самим. То есть это очень интересно, как гумеранг такой, да? Это вопрос, который не мы ставим, а который нас ставит под вопрос. Я пока прошу поверить мне на слово, но я приведу, все-таки проясню, о чем идет речь. То есть, да, Сократ говорит, познай самого себя. Через себя ты познаешь истину. А Кант, величайший философ нового времени, да, он поставит три знаменитых вопроса. По Канту философия отвечает на три вопроса. Это что я могу знать, что я должен делать и на что я смею надеяться. Но обо всем этом подробнее поговорим потом. И он говорит, что все вопросы философии сводятся к одному, говорит Кант. Что такое человек? Что это за странное существо, которое может что-то знать, может, что-то должно делать и на что-то смею надеяться. То есть, очень важно, да, философский вопрос всегда посылает, отсылает нас к самим себе, к самому вопрошающему, к нашему дау, говоря языком китайских даусов, к самопознанию. Вставив философские вопросы, душа просветляется, растет. И вот еще что мне бы хотелось сказать. Вот я порекомендовал книжку у Ясперса «Видение в философию». В ней и в других своих работах Ясперс пытается размышлять о том, каковы человеческие истоки философии. То есть, что в людях побуждает нас философствовать. И он связывает это в каждом отдельном человеке с историей философии в целом. И Ясперс выделяет три таких истока. Три начала, которые заставляют человека философствовать. Мне кажется, имеет смысл вспомнить эту точку зрения Ясперса. Три истока, побуждающих человека в философии. Они в каждом человеке в той или иной степени присутствуют. Но они же присутствуют в истории философии. И мы сейчас, глядя на лес, потом мы пойдем к деревьям, к отдельным учениям, эпохам, мыслителям. Что же это за три истока по Ясперсу? Первый – удивление. С точки зрения древних греков, так считал Платон, Аристотель, начало философии, пишет Платон, а все за ним Аристотель, это удивление. Это очень важно. Удивление. Вот обыватель не удивляется. Для него ничего не есть тайна. Ему кажется, что так, как есть, иначе быть не может. А удивление перед чем? Перед бытием. Почему что-то вообще есть? Почему я – это я? Ведь могло бы не быть. Могло бы ничего не быть. Меня могло бы не быть. И вот мы удивляемся, мы открываем рот, распахиваем глаза и удивленно смотрим на мир. И, как говорил Платон, чтобы в человеке родился философ, в нем должен умреть обыватель. Тот, который не умеет удивляться, который самодоволен, для которого нет в мире тайны. Поэтому первый важнейший исток философии, считали античные авторы, и Ясперс с ними согласен, это удивление. Удивление. Но этого мало. Ясперс, говорит, есть и второй исток философии в человеке. И сомнения. Философия именно в силу своего вот этого нонконформизма, радикализма, попытки все поставить под вопрос, она всегда сомневается. Она учит нас критически мыслить. И если удивление началом философии считали греки, эллины, то сомнение лежит в основе философии нового времени. Сомнения начал Декарт, философ, о котором мы, конечно, будем говорить. Философ, который считается основоположником философии и культуры нового времени. Сомнения. Сомневаясь, мы ищем достоверное. Мы все ставим под вопрос. Мы все пробуем на прочность. Итак, удивление перед бытием. Сомнения на личном знании и пользу знания достоверного. Но по Ясперсу есть еще третий, самый глубокий, самый сокровенный исток философии. Который глубже, чем удивление и чем сомнение. Это отчаяние. Есть такой опыт у человека, который дистанциалисты потом назовут пограничными ситуациями. Опыт крушений, опыт перед лицом смерти. А опыт, когда мы вдруг выпадаем из обыденности. Когда мы вдруг понимаем, что мы живем на лукане. Что наша жизнь трагична. Что жизнь мамолетна, что смерть неизбежна. Мы понимаем свои границы, мы понимаем свою конечность. Мы отчаиваемся. Если сомневаемся не только головой, то отчаиваемся мы всей душой. И вот отчаяние, через опыт этих пограничных ситуаций. Когда мы осознаем свои пределы. Когда мы вопрошаем о смерти и о том, есть ли что-то, что по ту сторону смерти. И ради чего стоит жить, хотя смерть неизбежна. И так далее. Отчаяние. Опыт крушения человека. Вот по Ясперсу три истока, побуждающих человека философствовать. Удивление, вместе с греками, говорит Ясперс. Сомнение, вместе с Декартом, говорит Ясперс. И отчаяние. Например, такой основоположник философии экзистенциализма, как Керке Горо, о котором я тоже буду рассказывать, конечно. Считал именно отчаяние главным двигателем человеческой философии. Вот все это побуждает человека философствовать. Ну, точка зрения Ясперса, но мне она кажется достаточно интересной и, в общем, вызывающей мое согласие. Поэтому я еще нужно ее здесь привести. Но, как я уже сказал, все философы постоянно спорят о самых основополагающих вещах. Чем занимается философия? В чем ее основная проблематика? Именно поэтому философию надо изучать, прежде всего, через историю философии. И очень трудно в этой философии вообще. Я попытался выделить какие-то черточки, предварительно, сейчас. Но это очень предварительно. И давайте сначала очень бегло сейчас пробежимся и посмотрим, как понималось то, чем занимается философия, о чем она вообще говорит, в разные периоды. Очень бегло, кратко просто. Бросим такой беглый взгляд на то, что нам потом предстоит в течение всего года проходить. Ну, античность. Если писать от нее, античность, в которой зародилась философия, которую мы знаем. Для античности философия, во-первых, как я уже сказал, это определенный образ жизни. Это не столько некоторый набор идей, дискурс, сколько определенная жизненная стратегия. Быть философом – это выбрать определенную жизненную стратегию. Поэтому именно философом мог быть Сократ и многие другие, кто ничего не писали. Это определенный набор ответов на главный вопрос, определенное жизненное поведение. Кроме того, для античности философия – это вообще некоторая общая теория, греческое слово, теория созерцания. Некоторое общее теоретическое познание мироздания. Так было с самого начала античной философии, и так было до Аристотеля. Очень важной фигурой является Аристотель. С Аристотеля происходит разделение между философией и разными науками. Аристотель – отец, как вы знаете, наверное, почти всех современных наук. И он провел такую демаркацию, разграничение конкретной науки, а вот философии, которая занимается сверхчувственным миром, Богом, бытием и так далее. То есть, ну, в общем, для античности философия – это некоторое размышление о мироздании. Это образ жизни, да, некоторое теория, созерцание. Все резко меняется в Средние века. Смотрите, меняется эпоха, меняется культура, философия связана с самыми основаниями культуры. И в Средние века философия является, как известно, служанкой богословия. И философия – это попытка при помощи разума что-то важное понять в божественном. То есть, вся философия нацелена на Бога. Бог – бытие, Бог – истина, Бог – красота, Бог – благо. И философия ориентирована не на космос, не на мир, а на Бога. При помощи философии, при помощи разума что-то важное постичь в божественном. Опять меняется эпоха, наступает новое время А какова важная черта нового времени? Господство науки Наука становится доминантой в культуре Мы еще об этом будем очень много говорить И философия теперь уже определяется по отношению к науке Одни течения философии говорят, что философия должна стать служанкой науки Должна обслуживать науку, помогать науке, обобщать науку Давать науке методы Другие философии говорят, что философия должна оппонировать науки Указывать на ее границы, на границы научной экспансии в культуре То есть, вот как радикально меняется то, чем занимается философия в разные исторические эпохи В разные исторические периоды Ну и последнее, о чем я бы хотел сказать, прежде чем мы сделаем небольшой перерывчик Такой последний небольшой блок перед ним Это поговорить об основных разделах философии Хочу сразу сказать, что в разных книжках, в разных учебниках вы найдете совершенно разную структуру философского знания Там выделяются везде по-своему Но все-таки, если взять какой-то такой среднеаритметический вариант Я не настаиваю, что мой единственный правильный и возможный Я бы выделил 7 основных разделов философии Хотя их можно выделить, наверное, и 120 И есть философия политики, философия религии, философия всего на свете Но все-таки есть, наверное, 7 основных философских разделов, которые более-менее можно выделить Учитывая, правда, что в разные эпохи и в разных направлениях Тот или иной раздел может быть доминирующим или наоборот отсутствующим Ну а я еще об этом скажу Итак, давайте, наверное, последнее, о чем мы сейчас скажем и потом прервемся Перечислим, чем занимается философия Каковы основные разделы философии Итак, поехали Первое Онтология Самый почтенный, самый древний раздел философии Самый исторический, так сказать, изначальный Ну, естественно, этимология слова Онтас и Логос Логия обучения Онтас бытие Бытие Учение о бытии Начиная с античности и, по крайней мере, до нового времени В основном именно этот раздел философии был ее основой Ядром Бытие Вот чем занимается философия То, что я сравнил с домом То есть, что есть мир в целом и в главном В конечном счете Что есть то, что позволяет миру быть Нам быть, всему быть Что есть реальность Если очень примитивно, вот о чем от того идут Что есть то первоначало, из которого все произошло Философия, она называется субстанция Ну и много других вопросов Итак, онтология Учение о бытии Самый первый, самый фундаментальный Самый изначальный раздел философии Такой ее становой хребет Второй раздел философии неразрывно связан с онтологией И возникшей одновременно и в тесной связке с ней Гносиология Гносиология Опять же, логия и учение Гнозис По-гречески Познание Учение о познании Понятно, что бытие и познание связаны Можно ли познать бытие, если да, то как И если главное понятие, категория антологии это бытие То главная категория гносиологии истины Что есть истина, как спрашивал Пантепилат Христа То есть, можно ли добраться до истины Познаваем ли мир Или мир непознаваем Если да, то как Если нет, то почему Разум, чувства И так далее Особый раздел гносиологии, который очень важен в последние столетия Это учение о научном познании Как одном из видов познания Эпистемология Эпистемология, да, можете как-то подраздел гносиологии Эпистемология это именно научное познание Потому что есть еще познание, религиозное, художественное, обыденное, всякое другое Но вот, всего важности науки На последнее время выходит на передний план Именно эпистемология Теория научного познания Философия науки, если угол Итак, антология, учение о бытии Гносиология, учение о познании Истина Что есть истина Третий вопрос Третий раздел, извините Это социальная философия Не нужно особенно объяснять, что это такое И так понятно Это учение об обществе Учение об истории В чем смысл истории Что такое общество Каковы основные закономерности его существования Что выделяет общество из природы Как оно устроено Ну и так далее Социальная философия Важный раздел Ну, как, впрочем, и все Четвертый Этика Этика, понятно Если в центре антологии бытия В центре вносиологии истины То главное понятие этики Добро Крошка сын к отцу пришел Да, и спасил Кроха Что такое хорошо И что такое плохо Вот об этом этика То есть этика Добро и зло Что порог, что добродетель Что нравственно, что безнравственно Как себя вести К чему стремиться Чего избегать Этика Если не каждый человек задумывается Над антологическими, но символическими вопросами То вопросы этики касаются каждого Что хорошо и что плохо Естественно, это важнейшая тоже часть философии В некоторые периоды самая доминирующая И пятый Эстетика Эстетика Не о добре и зле А о прекрасном и безобразном Учение о прекрасном Красота Как сказал однажды Ницше Говорят, о вкусах не спорят Но между тем все всегда только и делают Что спорят о вкусах И именно о вкусах спорят самое интересное Говорил Ницше То есть Есть ли такая объективная вещь, как прекрасная Или это всегда субъективно Есть ли мерка красоты Или Есть только нижняя мерка Мне нравится, мне не нравится И можете добавить здесь же Эстетика также занимается философией искусства В силу того, что искусство как раз связано с красотой А с прекрасным особенно То эстетика понимается не только учением о прекрасном Но и философской рефлексии искусства Тоже эстетика Шестой раздел философии Логика Можете пометить, что логика создана Аристотелем И ту логику, которую сейчас изучают во многих школах, в музах В своих основаниях это Аристотель Он сформулировал основные законы, категории, логики Логика это учение о законах правильного человеческого мышления Учение о том, как правильно мыслить Итак, логика Учение о законах правильного мышления Детище всецело Аристотеля Конечно, были логики и после Аристотеля Но весь фундамент этого знания заложил Аристотель Аристотель назвал логику органоном, инструментом Он говорил, что в каждой науке, в каждом знании нужна логика Есть разные науки, есть разные области знания Но всем нужен этот органон, это орудие И, наконец, седьмой раздел философии Тоже крайне значимый Это антропология Антропоз-человек Учение о человеке Антропология бывает, конечно, не только философская Бывает антропология физическая Которая изучает расы физического природа Человек как животный Есть антропология социальная или культурная Но, так что можете особо отметить Философская антропология, чтобы не путать ее с физической или социальной антропологией Философская антропология отвечает, естественно, на вопрос Что такое человек или кто такой человек В чем смысл в нашей жизни Что делает человека человеком Что нас очеловечивает, обе-счеловечивает Итак, вот очень примерный эскиз Основных философских проблем и разделов Антология о бытии Гносиология о познании Социальная философия об обществе Этика о добре и зле Эстетика о красоте и безобразии Логика о правильном мышлении И, наконец, антропология о человеке Еще раз хочу повторить, что в какие-то эпохи И в каких-то течениях Например, в марксизме, конечно, абсолютно доминирует социальная философия Все остальное марксистов Постольку поскольку В позитивизме, наоборот, только теория познания Научного познания А в эпоху эллинизма, в античности Этика и так далее То есть в разные периоды Выходили те или иные разделы, те или иные проблемы Но вот, что называется, средняя температура по госпиталю Вот примерно круг того, чем занимается философия Итак, продолжим Сказав нечто о том, чем философия не является Чем она занимается Немножко связала какие-то черты философии Давайте теперь поговорим Следующий важный блок моего рассуждения Место философии в культуре Чем бы философия ни была Она часть культуры Важная часть человеческой культуры Чтобы понять, в чем ее своеобразие Предварительно, естественно Надо понять, как она соотносится С другими частями и сферами культуры Ну, как она соотносится Со здравым смыслом Я немножко уже говорил А вот как соотносится философия и наука Вопрос, который вечно задается Является ли философия наукой или нет Философия искусства Философия религии Философия и политика Вот давайте немножко по нескольку слов На эти темы я порассуждаю Предварительно, как всегда Итак, такой общий блок Место философии в культуре А как бы под вопрос Философия и наука Вот немножко об этом С этого и начнем Ну, сначала, что называется, за здравие А потом за упокой Сначала о том, что роднит философию с наукой Да, одни философы категорически утверждают Философия, конечно, наука Служанка науки, одна из наук Другие также категорично заявляют Ни в коем случае Философия это не наука Ну, давайте рассмотрим аргументы За и против С одной стороны Философия очевидным образом Во многом похожа на науку Она, во-первых, как правило, системна Бывают, конечно, без системные философские учения Но это что-то уже исключительное Подобная наука и философия Это некоторая системная раса Теоретическая Обладающая своим понятийным аппаратом У науки свой понятийный язык Это все, кстати, сближает философию с наукой И отделяет от обыденного здравого Здравого смысла от обыденного познания Понятийность, теоретичность Наличие категориального аппарата Системность Использование во многом похожих методов Генетически Философия Связана с наукой И причаствует ей Во-первых, я уже сказал, что Все науки вышли из философии Начиная с Аристотеля То есть изначально это было некое целостное знание Теория Созерцание В Древней Греции А с какого-то момента с Аристотеля Разные науки выделились из философии Тут приходит в голову Шекспировская трагедия Короля Лири, помните, который раздал все своим дочерям И сам остался сотни всадников И потом каждая дочь еще у него отщипывала этих всадников Пока он совсем не остался без всего В этом смысле забавно, что если при Аристотеле от философии отделились физика Биология, еще что-то То последнее, что отобрали у философии в 19 веке Были душа и общество В 19 веке от философии позитивское направление философии Оторвало душу, создало науку о душе, психологию До 19 века душа была в ведении философии И общество Конт, отец позитивизма, создал социологию, учение об обществе Вне философии Наука об обществе То есть, вот история с королем Лиром прямо О том, как дети понемножку грабят родителя Но тем не менее Все науки выделились из философии И философия идет в те сферы, в которых наука бессильна Там, где нет научного материала, эмпирических каких-то данных И, конечно, если мы возьмем историю науки, историю философии Мы увидим множество великих ученых-философов, философов-ученых То есть, на персональном уровне это очень легко заметить Пифагор, Аристотель, Декарт, Лейбнец, Эйнштейн, Паскаль И многие другие великие ученые, одновременно великие философы Можно говорить о кооперации науки и философии Например, какие-то концепции возникают сначала как философские А потом они становятся научными Ну, вот очень яркий пример Это учение об атомах Демокрит в античности выдвинул атомистическую гипотезу Как чисто философскую, разумеется, у него не было всяких микроскопов и так далее То есть, учение об атомах существовало со времен Демокрита как философская концепция А в 18 веке оно стало частью естествознания, частью физики То есть, мы видим, как философия часто помогает науке Но верное и обратное Какие-то глобальные научные перевороты, связанные, например, с именем Коперника, Дарвина, Эйнштейна Они очень сильно влияют на философию Таким образом, у философии с наукой много общего, много сходного, много близкого Генетические, логические Но в то же время очень быстро существует конфликт между ними Особенно в современной культуре Где многие ученые говорят, что не нужны по философии, есть науки Философия бесполезна Философия не оправдала себя Философские вопросы беспредметны И, ну, в крайнем случае, пусть философия будет такой девочкой по бегушках Обслуживающей разные науки То есть конфликт между философией и наукой тоже существует И давайте посмотрим, а в чем же различие Я сейчас говорю о сходстве А в чем все-таки отличие философии от различных наук Ну, первое, что бросается в глаза Это глобальность их претензий, поползновений Науки берут какой-то срез реальности Биология Наука о живом Или зоология, да, о жизни Астрономия, о звездах И так далее Философия занимается миром в целом Она занимается единством мира То есть замах философии намного глобальнее Именно поэтому вопросы философии вечные А вопросы наук, как правило, не вечные Да, то есть первое, что приходит в голову при сравнении философии и науки При их отличиях это масштабы Масштабы вопросов науки и масштабы вопросов философии Можно так сказать, что науки дробят мир А философия пытается его собрать Да, как в сказке про мертвую живую воду То есть науки аналитичны, а философия синтетична Науки растаскивают мироздание на молекулы, клетки, общественные формации А философия пытается собрать мир Да, мир расшатался, но свернее всего, что я дожден восстановить его, как говорил Гамлетт Затем, какие еще отличия Вот тут я хотел бы сослаться еще на одного философа Тоже инстанциального, такого француза Габриэля Марселя Который ввел два таких понятия Тайна и проблема Тайна и проблема Марсель говорил, наука занимается проблемами, а философия тайными В чем разница? Проблемы это то, что мы можем рассматривать объективно Что нас лично не затрагивает И не важно, кто их решает Лишь бы хорошо решил уравнение А не важно, Иванов, Петров или Сидоров Лишь бы хорошо поставил эксперимент То есть наука решает проблемы Проблемы... наука это знание объективное, безличностное, анонимное А тайны это то, о чем нельзя говорить, выносяя себя за скобки Тайны это то, что всегда нас существенным образом цепляет Ну, например, примеры тайн Зло и добро Смерть, Бог, Любовь А... да... Зло и добро не где-то вне меня Оно во мне Смерть это не что-то, что будет с другими Это то, что будет с каждым и со мной в том числе Тайна это то, при рассмотрении чего мы не можем рассуждать объективно Мы не можем выносить себя за скобки Если мы выносим себя за скобки, мы убиваем тайну Мы ее опошляем, мы ее примитивизируем Да... то есть научное знание Говоря теперь более простым языком Связанное с проблемами Оно объективированное и анонимное Да... а философское знание, оно всегда личностное То есть философия всегда глубоко личностное дело Философия всегда усилие некоторой личности Поэтому так важно биография философа Решение каких-то его личных, задаемых проблем В основе каждой философской системы Даже если мыслитель пытается все это запрятать глубоко Лежит какая-то личная боль, личное мучение Личное страдание, личное стремление, жажда и так далее Вот это очень важно заметить Вообще, обратите внимание, что в слове философии нет никаких логий и номий Это уже говорит о том, что философия вряд ли является наукой Да, логия, учение, номия, какие-то законы А в слове философия мы видим филия, любовь, софия, мудрость То есть, забегая вперед, скажу, что философия связана Вот величайший философ, на мой взгляд, всех времен и народов Платон, о котором я буду много говорить в нашем курсе Сказал две очень важные мысли Которые, забегая вперед, я хочу сейчас уже сформулировать Во-первых, философия неразрывно связана со смертью В своем диалоге Фитон Платон сказал Философ ничем не занимается, как только упражняется в искусственном умирании Мы подробнее об этом поговорим Но сразу скажу, что смысл смерти связан со смыслом жизни А взгляд на жизнь со стороны смерти Это взгляд на временное с точки зрения вечного Поэтому философия сущностно связана с темой смерти И Платон об этом прямо говорит Философ упражняется в искусстве умирания Подробнее об этом, конечно, потом И с другой стороны, тот же Платон Да это видно из самого слова философия Связал философию с любовью Философия связана с Эросом У Платона и у всех философов Потому что философия это томление, жажда, стыд, удивление Это эмоции, это чувства Да, стремление к красоте, стремление к полноте Стремление к совершенству Любовь и смерть Кто-то сказал, что вся человеческая культура Крутится вокруг этих двух тем И вот философия, и Платон это очень ярко показал Связав философию с любовью и со смертью С наукой это не обязательно так И даже совсем не так Поэтому еще раз повернемся к противопоставлению Марселя Габриэля Марселя Наука занимается проблемами Научное знание анонимное, объективированное Философское знание занимается тайнами Вечными вопросами Затрагивающими личности Да, она всегда личностна И она всегда неанонимна Она выходит на такие предельные вещи Как любовь и смерть Затем Наука Это орудие Надо это понимать Плохо, если это орудие выходит из-под контроля И становится чем-то больше Наука отвечает на вопрос Почему? А философия отвечает на вопрос Зачем? Философия говорит, что есть Наука говорит о том, что есть А философия Судит сущее с позиции должного Наука не говорит о должном О ценностях А как вы видели Важные разделы философии Ставят вопрос о ценностях О добре О истине О благе О красоте То есть Наука занимается существующим А философия судит существующее С позиции должного Давайте теперь все это как-то резюмируем Таким образом Наука дробит мир на части Философия его собирает Наука Это знание Научное знание Это знание объективированное И анонимное Философское знание Всегда личностно-субъективное Наука имеет дело с проблемами Философия с тайнами Наука отвечает на вопрос Почему? И является орудием Философия ставит предельные вопросы Вечные вопросы Зачем? И Хайдегер Которого я сегодня уже много раз цитировал Скажет такую скандальную фразу Наука не мыслит Именно потому что Наука недостаточно рефлексивна Помните притчу о сороконожке Которые спросили Как она ходит сразу сорока ногами Она задумалась и не смогла ходить Вот наука Если она задумается так глубоко Она перестанет быть эффективной Это орудие А философия как та сороконожка Постоянно ставит перед собой Именно такие вопросы Потому что Никакая наука не знает Своих самых первых оснований И самых последних целей Математика не объяснит там Что такое число Физика не объяснит там Что такое материя То есть Самые первые основания И самые последние цели науки Вне науки Именно в силу ее Орудийного инструментального характера А философия в силу ее рефлексивности Ставит именно эти предельные вопросы Поэтому она кажется Бесполезной Неэффективной Постоянно ставящей те же вопросы 2000 лет Вот если очень кратко На тему философии и науки И опять зашлось на Ясперса Ясперс сказал Философия не дает нового знания Но она позволяет по-новому Увидеть все старое Обратите внимание Философия не дает нового знания Но позволяет увидеть старое по-новому Ну пойдем дальше Поэтому у меня есть своя позиция по вопросу Является ли философия наукой или нет Но я не хочу сразу ее как-то Навязывать и декларировать Я предложил вам для размышления Некоторые аргументы За и против того и другого И повторяю вопрос этот дискуссионный Следующий маленький пунктик Философия искусства Вот опять же Мы видим большое пересечение В истории философии Философии и искусства Многие великие философы Были великими художниками Слово Платон Величайший писатель Драматург Поэт Не только великий философ Величайший философ Но и величайший художник Слово Ницше Великий мифотворец Великий философ Великий поэт С другой стороны Да Ну можно вспомнить Камюн Сартра Камюн сказал Хочешь философство Пиши романы Можно говорить О философском содержании Великих произведений музыки Живописи Можно говорить О философских идеях Музыки Лихарда Вагнера О философских идеях Шекспира О философских идеях Картин Дали То есть Философия и искусство Теснейшим образом Пересекаются И многие философы Как мы увидим Из нашего курса Считают Что философия Ближе к искусству Чем к науке Но Все-таки Я бы сказал так Философия Находится между Наукой и искусством Одним крылом Она смыкается с наукой Другим с искусством Она может быть Как наука Понятийна Категориальна В форме монографии В форме логических конструкций А может существовать В форме Романов Пьес Два величайших русских философа Не были философами Это Толстой и Достоевский Два мыслителя Которые оказали Самое большое мнение На русскую философию И на мировую Формально говоря Строго не были философами Не бывает Иррациональной науки Но бывает Иррациональная философия То есть Философия Находится Раскидывается Вот в этом пространстве Между наукой И искусством Конкретно мы все это Увидим в нашем курсе Сегодня у нас на то и введение Таким образом Повторяю Одним своим крылом Философия смыкается с наукой Использует формы Логические конструкции Научный аппарат Трактаты Монографии Вот два философа Почти 90% всех учебников философии На них Обязательно это фреска Рафаэля Платон с Аристотелем И на нашей книжке в том числе Два друга Два учителя-ученика И при этом Платон Это архетип Философа-художника Философа Который мыслил Образами Стремился к прекрасному Истинно сущему Как он говорил Который многозначен Который мефотворец И рядом с ним Аристотель Его ученик Но это архетип Философа-ученого Из него выросли Монографии Современные истории Строгость Сухость Категориальность Логика Вот два философа Они оба рядом Философ-художник И философ-ученый Ну пойдем дальше Философия И религия Их отношения Тоже очень драматичны В истории философии Были периоды Когда Они Вступали в гармонию Когда была попытка Гармонизировать Верный разум Религиозное Познание И философское Прежде всего Это средние века Прежде всего Это схоластика Зрелое средневековье Когда была попытка Такой Грандиозный Эксперимент Построить культуру Основанную на гармонии Религии и философии А были Эпохи и периоды Когда философия Бывала атеистической Воинствующей Разрушающей религию Отрицающей Тоже Просвещение 18 века Например Тут вот в чем дело Я Говорю в первой части Сегодняшней лекции Что философия Стремится к абсолюту Стремится к запредельному Стремится выйти За рамки данности Стремится к софии Божественному знанию Я бы сказал так Что философия Это человеческий взгляд На сверхчеловеческое И вот В этой Моей такой Формуле Можно увидеть Сходства и отличия Философии и религии У них много общего И много различного Философия Тоже стремится К тому же К чему религия К запредельному Абсолютному Трансцендентному Божественному Если угодно Но Религия исходит Из откровения Религия исходит Из священного писания У религии есть догматы У философии нет догм Изначальных А философии Большая роль Играет рассуждение Разум С другой стороны В каждой Развитой религии Есть свое Философское учение Каждая Маломальски Развитая религия Отвечает на вопросы Как понимать Бога Человека Мироздание И вот Вы все знаете В каждой религии Обязательно есть Богословие Или теология Богословие Или теология Это и есть Философская часть Религии Это философское Учение Которое прилагается К каждой Развитой религии И отвечает На эти вопросы Что есть Бог Что есть человек Что есть мир Таким образом Если рисовать Это в форме кругов То можно сказать Что философия Религия Пересекалась И вот Эта точка Пересечения Это как раз Богословие Но Религия Не сводится Только к богословию В религии Есть откровение Есть живая вера Есть культ То есть То что не философия Ну и философия Разумеется Не обязательно Религиозна Поэтому У них есть Пересечение Но есть И Нечто совершенно Отличное Повторяю Философия Это попытка Человеческим разумом Рассуждать О сверхчеловеческом Посягнуть На абсолютное А религия Изначально Исходит от того Что Ну особенно Привычные нам Религии Например Христианство Ислам Иудаизм Религия Откровения Есть священное слово Есть Библия Есть Ветхий Новый Завет Есть Коран Некое Божественное слово Людям Дающие все ответы Отсюда Их Совпадение Их конфликт Я хочу только Сделать одно Последнее замечание Предварительное Сегодня у нас Все предварительно Поскольку сама Такая лекция Вводная Что Расцвет философии Обычно происходит В эпохе религиозных Кризисов Когда Какая-то религия Господствует В философии Обычно мало места А вот Периоды Когда Основания Религиозные Данного Общества Шатаются Приходит философия Пробивает ее Звозный час Чтобы Или добить Умирающую религию Или укрепить ее Своими аргументами То есть Максимальный Подъем Философских концепций Учений Вступает именно в такие Периоды Периоды религиозных Бражений Религиозных Кризисов Но отношения Религии И философии Строятся Повторяю Очень по разным Моделям От сотрудничества И гармонии До противостояния И борьбы Наконец Еще Один маленький сюжет Философия И политика Я уже Упоминал В начале Сегодняшней лекции Что Важная черта Философии Это Нонконформизм Философия Во всем Сомневается Ставит под вопрос Все данности И это Ведет Часто философов К каким-то Революционным выводом К критичному отношению К тому Что философ Часто вступает В конфликт С существующей властью С существующей политикой И может часто Быть жертвой их Как говорил Бердяев Философа Никто не любит Ни обыватели Ни господствующая Церковь Ни господствующая власть Именно потому Что он Как Сократ Такой овод Который всех кусает Он очень уязвим И это делает Философию Часто очень мощной Политической силой Ну Крестоматийный пример Это конечно Просвещение 18 века Прежде чем Восставшие парижане Пошли штурмовать Бастилию И началась Великая французская революция Просветители За сто лет Расшатали Старый мир Старый порядок В сфере идей Тут мы видим Как философия Становится мощнейшей Политической силой Революционизирующей общество Расшатывающей его Но Не дай бог Если философия Становится Служанкой политики Вообще Когда философия Становится чьей-либо Служанкой Теологии Политики Науки Это всегда плохо Для философии Кончается Вот так было В СССР Когда философия Была превращена В такой вид Богословия Да была Одна доктрина Которую все Должны были Исповедовать Это смерть Для свободной мысли И вырождение Для нее Поэтому философия Конечно связана С политикой Но она не может И не должна По крайней мере Быть ее Абсолютной служанкой И последний Здесь тезис Который у меня Уже В неявной форме Сегодня несколько раз Звучал Но я хочу еще раз Его сказать Это очень важная Мысль Для меня И во всем Нашем дальнейшем Курсе Философия Чем бы она ни была Искусством Наукой Или религиозной Философией Или еще чем-то Это Всегда Самосознание Культуры В силу Своей флексивного Характера Философия Вытаскивает Наружу Основания Данной культуры Мифологические Этические И так далее Она выявляет Глубочайшие Движения В основаниях Культуры Вот мой любимый Образ философии Это зеркало Современный мир Который рушится Который переживает Эпоху постмодерна Конца нового времени Это зеркало Разбилось на множество Кусочков Оно расщеплено Происходит утрата Человеческого В человеке И так далее Но философия Это всегда зеркало Гегель сказал Философия Это самосознание Культуры Это душа культуры У Гегеля Есть такая Очень важная мысль То есть Меняются Религии Меняются боги Или даже Меняется просто Мода И это влияет На философию Очень важный Аспект философии Особенно для меня Важный И в рамках Нашего историко-философского Курса Я еще раз повторяю Что курс будет Культурологический Во мной Философия Как свидетельница Свидетель Слово хорошее И юристами используется Свидетель на суде И свидетель Мартус Святой Так называли Первых христианских мучеников А философия Как свидетель Свидетель того Что с нами происходит И она не пассивный свидетель Это не просто зеркало Которое тупо отражает Что в него попало А она Сама является мощным фактором Или деструкции Или наоборот Созидания Она не просто Вот по принципу Нас толкнули Мы упали Все рушится И философия рушится А она пытается Противостоять Этому разрушению Например То есть Она вытаскивает наружу Культурные основания Культурные универсалии Именно в силу той рефлексивности О которой я сегодня уже говорил Вот И мы Я надеюсь Если все будет хорошо И наш курс продлится До конца Где-нибудь ближе к концу Мы перейдем К современной философии Которой я собираюсь Уделить большое внимание Мы как раз поговорим О том Что происходит В современной философии И как свидетелем Кризиса современной культуры Эпохи Конца нового времени И это переводит нас К последнему Сегодняшнему блоку Вот я немножко Просуждал на тему Философия в культуре Весь курс Называется История философии И вот я хотел бы Напоследок Поговорить немножко О том Что такое История философии Почему вообще Имеет смысл Философию Изучать именно Как историю философии Именно потому Что философы спорят Чем занимается философия В чем ее предмет Как ее понимать У меня был смешной пример Когда Я год давал Философию В одном вузе В первом семестре Была история философии Во втором Проблемы Проблематические И один студент То ли издеваясь Иронизируя Но это тонкая Натская ирония Меня спросил После того Прочли историю философии Он сказал Во втором семестре Вы нам расскажете Как оно все На самом деле То есть надо понимать Что тем Кто философия Отличается от физики И химии Что надо быть Очень самонадеянным Человеком Чтобы прийти И начать вещать Запишите дети Материя первична Сознание вторична Эти были правы Эти были неправы Это не значит Что мы не должны Сами думать Конечно должны Но Чрезвычайно важно Познакомиться Именно с мыслью Великих Мыслителей Потому что Она воодушевляет Она дает нам Какие-то образцы Она помогает Сориентироваться Поэтому Философию Именно Имеет смысл Изучать Прежде всего Как историю философии Как историю проблем И как я буду И вот Поскольку сегодня В целом лекция Как некоторая креда Да Некоторые заявления Сингла веры Если угодно То Как я буду строить Дальнейшим Историко-философский курс Давайте вслушаемся В это словосочетание История Философии Слово двойственное И сама история Философии двойственная Философия о вечном Но говорит Из своего времени Смотрите Мы вопрошаем о вечном Но живем в своем времени Вот в советское время Все очень социологизировали Обязательно говорили Не просто Платон А Рабоводельческая философия Платона То есть читал Что Платон Это рабоводелец Пятый век До нашей эры Афины И все из этого понятно Скажи мне Какого ты класса Я скажу Какая у тебя философия Это конечно Очень вульгарно И упрощенно Но В этом есть какой-то смысл Платон И Афини Пятого и четверотого Веков до нашей эры И аристократ Живший в конкретной эпохе И в то же время Это мыслитель вечный Вопрошающий о вечных вещах Поэтому Каждую тему Которую я буду давать Ту или иную эпоху Направление Мыслителя Школу Мы будем Рассматривать с двух сторон Во-первых Очень большое внимание Будет уделяться биографиям философов А во-вторых Значит с двух сторон История философии О вечном во времени С одной стороны Философия развивается Как некий разговор Диалог Иванов сказал так Сидоров ответил Петров возразил Кузнецов попытался синтезировать То есть Всякая философская концепция Рождается не на пустом месте Она откуда-то появляется Поэтому первая тема Которую я буду все время проводить В нашем курсе Это как Ту или иную эпоху Связан с предыдущим Откуда растет Нет ничего нового Я как наполовину историк Могу вам сказать Что Ужасная проблема Историка И в том числе Историка философии Это проблема начала Потому что Как только мы доходим До какого-то начала Мы тут же понимаем Что это не начало А продолжение И так доходим До самого Адама В конце концов Вот То есть Все уже когда-то Кем-то сказано Как правило Древними греками Поэтому мы о них будем говорить Особенно много Вот Поэтому Очень важная тема Нашего будущего курса Это Философия Как перекличка голосов Как ответ Как спор Как продолжение Как полемика То есть Всякая философская школа Возникает в контексте Предыдущих школ Спорит с ними Опирается на них Полемизирует И второй аспект Который я буду давать В нашем курсе Это связь Данной философии С эпохой То что я говорил Только что Философия Как рефлексия культуры Философия Как ответ На Как сейчас можно говорить Вызовы времени Изменилась эпоха И философия изменилась Изменились основные вопросы И раньше философия занималась миром Теперь человеком Сегодня она отвечает на вопрос Как жить Завтра как спастись То есть Вот Когда мы говорим В истории философии Очень важно держать в голове Эти две линии Философия Как часть бесконечного Диалога разных школ Мыслителей эпох И второе Философия Как самосознание культуры Как то что связано С данной эпохой И поэтому я Повторяю Это моё методологическое кредо Всего дальнейшего курса Я всегда Более-менее стараюсь Это проводить Наряду с большим Внимание биографиям философов Я уже сказал Что философия всегда личностна Это вот эти две темы То есть Через историю философии И сама философия Связь вечного И связь временного Мне очень близка Мысль Ясперса О том что В философии Мы не увидим прогресса Большой вопрос Есть ли прогресс в науке Ну допустим он есть Можно сказать что там Синкрофазотрон Это шаг вперед От палки к палке Но мы не можем сказать Что есть прогресс в философии Это очень важный понимание Так же как нет прогресса в искусстве Нельзя сказать что мы с вами Прогрессивнее Шекспира А Шекспир прогрессивнее Исхила А Рафаэль менее прогрессивен Чем Малевич Искусство это ряд шедевров Созданных великими Или не очень великими художниками Точно так же История философии Это ряд шедевров Созданных теми или иными личностями Мы не можем сказать что мы с вами Мудрее Платона Или мы с вами добродетельнее Сократа и Будды Происходит накопление Каких-то концепций Каких-то мыслей Каких-то методов Но невозможно говорить о прогрессе Прогресс возможно существует В сфере науки и техники Это тоже большой спорный вопрос Но в сфере искусства В сфере философии Его очевидным образом нет Поэтому Каждый философ начинает с нуля Начинает из самого себя Он конечно оглядывается на предшественников Но нельзя сказать что после значит лучше После значит пошел вперед Дай бог нам с вами понять Сократа или Платона или Будду Так же как дай бог нам Увидеть художников равных Рафаэлю Или поэтов равных Шекспиру Еще одно замечание попутное Само слово философ очень двусмысленно Потому что Вот я на днях выступал до одной аудитории Ко мне подошел человек и спросил меня Кто я? Я сказал я историк и философ В каком смысле философ? Потому что вдумайтесь Под этим словом скрывается два разных смысла Я говорю что каждый человек конечно В какой степени философ В той степени в какой он человек Но тут очень четко надо понимать Что скажем вот Если у вас в дипломе написано Вы философ Это почти так же смешно Как если будет написано Что вы святой То есть есть разница между поэтом И литературой ведом Поэтому очень важно С самого начала разделить Философа и философа веда Философ это человек Который именно создал некоторые шедевры Некоторый разработанный взгляд на мир Это огромная редкость А большинство тех Кого называют философами Это философы веды Так же как литературный критик Это не обязательно поэт Белинский это не Пушкин То есть слово философ Оно вскрывает под собой И философы и философы веды И того кто Творит новые смыслы Новые концепции Новые идеи Новая система Это огромная редкость И тех кто просто Коллекционирует это Описывает Осмысливает Преподает Начиная со средних веков Философия перестала быть Образом жизни Каким она была в античности И стала университетской дисциплиной Стала одним из предметов Отсюда возникает такая проблема Которую мы тоже будем Сами видеть в нашем курсе Разрыв часто между Жизнью философа После античности И его философией Как уже Сенека Римский стоик Написал цинично Но справедливо Философы пишут О том как надо жить А не о том как они сами живут То есть Постантичный период В основном философия Превращается именно в такое Поучение как надо жить В дисциплину связанную потом с университетами После появления схоластики Так вот надо вот это все таки различать Философ и философовед Тот кто мыслит И тот кто собирает чужие мысли И предлагает их Потому что слово одно Но Это все равно что думать Что каждый кто получил образование В литературном институте Становится великим поэтом Помните знаменитую историю Когда судили Бродского За тунеядство И судья его спрашивала А кто вам сказал Что вы поэт Кем установлено И Бродский остеренно говорил Не знаю Наверное это от Бога Потому что советская судья Им нужно было Чтобы было удостоверение Что вот удостоверение поэта А Бродский не понимал Какое нужно удостоверение То же самое с философией Так вот Возвращаясь к истории Философии Смотрите Есть две крайности Две опасности Которых мне хочется сразу сказать Одна крайность Это скептицизм ОС Есть множество философии Есть множество ответов Есть вечные вопросы Никто ничего не решил Все впали в какие-то крайности Есть коллекции разных мнений Зачем все это знать Это одна крайность Скептическая крайность Скажу умное слово Релятивизм Относительность Все относительно Каждому свое Истины нет И есть другая крайность Гатматическая Истина есть Она целиком у меня в кармане Я ее познал Вот вам истина Курс истории и философии Мне кажется предостерегает И от того И от другого Как хорошо сказал Однажды Владимир Соловьев Истина есть Но не есть это Истина не объективирована Истина не дана нам целиком Помните притчу Может быть я еще о ней вспомню На следующей лекции Когда буду говорить про Индию Буддийскую притчу Про слепцов Которые щупали слона И потом их спросили Что они нащупали Одни нащупали хвост Третье лапу Третье ухо То же самое с философией Каждый философ Впадает в крайности Ведет полемику Думает что он Поймал всю истину Но это как с этим слоном Надо собирать слона по частям Поэтому Очень важно избегать И скрайнего скептицизма Мысли о том Что раз ни у кого нет истины Законченной Полной и так далее Так и крайнего догматизма Еще раз повторю Очень любимую мной фразу Из Владимира Сергеевича Соловьева Истина есть Но не есть это То есть Истина существует Но ее невозможно объективировать И всю выдать в готовом виде Истина это не отдельная реплика Это диалог Не случайно величайший философ Платон писал диалогами Истина не в отдельных репликах А правда В разговоре Как в целом Вот это мучает история философии За отдельными репликами стоит диалог И истина в диалоге А не в отдельных суждениях Но это не значит Что отдельные суждения Не стоит знать И конечно же Я учился еще сам Еще в позднее советское время И нас вталбливали такую вещь Как основной вопрос философии Энгис и вслед за ним Ленин Сказали что у философии есть один главный вопрос Что первично Что вторично Материя и дух Познаваемый мир История философия учит История философии учит Что нет основного вопроса философии Для одних философов И для одних эпох Это вопрос Опознания Бога Для других О смысле жизни Для третьих Опознаваемости мира Для четвертых О человеческой свободе Как я уже сказал Какого-то одного Основного вопроса философии нет Поэтому я всегда Очень мягко Вы наверное это почувствуете Если будете ходить дальше на лекции Стараюсь избегать таких ярлычков Материализм и идеализм Иногда они что-то помогают А чаще мешают Потому что Не всех философов Можно так построить Как раньше было удобно Материализм это хорошо Идеализм это плохо Материалисты в целом правильные Идеалисты бывают субъективной-биктивной На самом деле все намного сложнее И многие философы Не вписываются в эту схему Есть мыслители Которые не Принципиально отрицают Это деление материализма и идеализма Отказываются об этом говорить Есть те Кому это неприменимо Поэтому Эти схемы Они чаще мешают Чем помогают нам разобраться И Еще пару вопросов Которые я хочу затронуть Уже двигаясь к завершению Сегодняшней вводной лекции Есть еще одна большая тема Мы с нее начнем Во многом Ну не начнем Но поговорим в начале Следующей лекции В пятницу Это восток и запад Вечный спор Есть ли такая вещь Как восточная философия Или это чисто западное детище Одни говорят Что восточная философия Конечно есть Другие говорят Что нет Философия только на западе Но на востоке Своя специфика Философия не отделилась От религии Философия синкретична Нерасчленена Она очень практично Ориентирована Связана с этикой А все-таки Философия Которую мы будем говорить Это детище греков Это философия светская Оторвавшаяся Более или менее От религии В чистом виде Но это не значит Что мы с вами Как-то дискриминируем Восток Хотя конечно Наша культура Европа центрична И образование Вот Но Восток Мы уделим некоторое внимание На двух ближайших лекциях И поговорим О специфике Его философии Но Мне хотелось бы Да Предпоследняя вещь Которую я хотел бы сказать Очень предварительно Опять же С леса к деревьям Какие основные периоды Выделяют В истории западной философии Восток мы оставим пока в сторонке Те же что и в истории Всеобщей истории Это античная философия Ну если кто-то записывает Можно записать Если нет То нет Естественно ваше дело Примерно тысячи лет Мы о ней будем говорить подробно Много лекций Примерно с 7 века До нашей эры До 6 века нашей эры С 7 до 6 после Ну подробнее Ее периодизацию мы разберем В соответствующее время Потом средневековая философия Она зарождается в рамках Античной цивилизации Ну условно это 5-16 века И в рамках средневековой Иногда отдельно выделяют Философию возрождения 13-16 века И начиная с 17 века Говорят о новом времени О философии нового времени И в рамках этого периода Еще часто выделяют Современную философию Что такое современная философия Это философия после Гегеля Гегель последний такой Великий философ Создавший некую всеобъемлющую систему Выразивший дух нового времени Он умер в 1831 году И обычно после его смерти Начинает отчет философии Постклассической Или современной Последних полутора веков Эпохи кризиса Нарастающего современной цивилизации Да, то есть Еще раз Если тут записывать Пробегусь Античная философия Примерно 7 век до нашей эры 6 век до нашей эры Средневековая 6-16 В рамках этого 13-16 век возрождения И с 17 века новое время Философия нового времени И в ней тоже подводеляют Период современной философии После Гегеля 1831 год Условно это кайфер Современная или постклассическая философия И, соответственно Последнее, о чем я бы хотел сказать Завершая и, может быть, приходя к вашим вопросам Вопрос, который тоже часто мне приходится И слышать, и самому себе задавать Можно ли научить философию Вот если все то, что я сказал Принять всерьез Что философия это Любовь к мудрости Что это Жажда Стыд Сомнения Поиск Можно ли научить любви Можно ли научить стыду Это хороший вопрос Можно вызубрить Имена, даты, какие-то понятия Чтобы кроссфорды потом разгадывали Но, как говорил хороший Наверное, известный многим из вас Хотя бы понаслышке философ Мираб Мордашвили Философии нельзя научить Но можно научиться И, конечно же, она требует Больших внутренних усилий И если взять за образец Сократа То что можно увидеть Вот это очень интересно Я преподаю в основном в педагогическом вузе И мы часто задумываемся с нашими студентами Над вопросом Что значит учить философию Вот если взять за образец Сократа То получается, что учить философию Абсолютно противоположно тому Чтобы учить какой-нибудь другой предмет Потому что, когда мы учим, скажем Физику, математику, биологию Дано Есть учитель, он что-то знает Есть ученики, которые ничего не знают И знание от учителя переливается к ученикам В философии все ровно наоборот А есть люди, которые думают, что они что-то знают И есть Сократ, который знает, что он ничего не знает А учить философию Это учить незнание А учить удивление Учить стыду Учить сомнение Проблематизировать весь мир Показывать, что тот мир, который вам кажется понятным и простым На самом деле ужасно странен, таинственен и загадочен Поэтому в этом смысле учить философию Это, если брать за образец Сократа А это, конечно, высший идеал Это как раз учить знающему незнанию А учить удивляться Учить сомневаться Как сказал великий философ возрождения Мишель Монтейн Начало философии это удивление Но это старое, не сконтичное Продолжение исследования А итог незнания От незнания к незнанию От тайны к тайне От удивления к удивлению Начало философии Еще раз, если вы записываете статуи из Монтейни Я позволю себе удовольствием еще раз его процитирую Началом философии, говорим Монтейни Является удивление Продолжение исследования А итогом незнания Вот такая странная штука философия Ну, это то, что я хотел снова сказать сегодня Прежде чем дать вам время, может быть, задать какие-то вопросы Хочу сказать, что Ну, проанонсировать наш следующий разговор Перекинуть к нему мостик В следующий раз речь пойдет о двух неравных блоках Потому что если я проводил сегодня мысль о том, что Философия соразмерна человеку и связана с человечностью То возникает вопрос Человек существует десятки, может быть, даже сотни тысяч лет Как смотреть, что считать человеком А философия только две с половиной тысячи А что было до философии? Когда философии не было Была мифология И мы с вами в пятницу сначала поговорим о том, как возникла философия Поговорим о мифологии немножко О том, насколько это почтенная вещь Насколько миф это не ругательство, а наоборот И как философия развивалась на основе мифологии Отталкиваясь от мифологии То есть мы немножко поговорим о зарождении философии И о том, что ей предшествовало О мифе, о том, что обычно называют движением от мифа к логосу Это будет первой темой И потом мы сразу начнем в Вадим Востоке И в следующий раз в пятницу мы, я думаю, очень бегло и кратко Поговорим об Индии Об индийской философии В целом, и в частности, об индизме немножко Это вот мой ближайший план на следующую лекцию Если кто-то захочет прийти Спасибо за внимание Теперь, если у кого-то есть какие-то вопросы То пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!